Вот такие вот мнения по поводу роста цен на продукты. Давайте немного снизим напряжение и посмотрим, как во Франции выращивается форель. Если кто из зрителей занимается рыбой, будет с чем сравнивать. Эта ферма на реке Гелек была создана моим предшественником в 1977 году. Я пришел сюда в 1992 году. Раньше здесь производили 130 тонн форели, я выращиваю 250. Это только крупная рыба от 3 килограммов весом и 8-9 тонн икры в год. Здесь два участка. Первый использует воду, отведенную из реки. На втором у нас вода из скважины, которая очищается и используется повторно. Я использую диплоидных самок, которые мечут икру в двухлетнем возрасте. Икра появляется первый раз в ноябре, а в апреле вторая партия. И у меня непрерывное производство весь год. Как получить хорошую рыбу? Нужна качественная вода и хорошие производители. Здесь мы берем воду из скважин, применяем физическую очистку с использованием роторного фильтра на 35 микрон. Затем биофильтрация. И если на улице мы не можем контролировать все, то здесь все параметры в наших руках. На пути от малька в 1 грамм до рыбы в 3,5 килограмма мы переходим от практически пылевидных кормов к гранулам диаметром 11 миллиметров. Нужно помнить, что рыба не может перерабатывать углеводы. Ей нужен белок и жиры. Они поступают из двух продуктов – рыбной муки и рыбьего жира. Но это пока рыба молодая. А потом мы занимаемся замещением их продуктов из растительного сырья. С растительным белком и маслом. Это могут быть рапс, бобы. Важная цель нашей работы – убедиться, что мы не наносим вреда окружающей среде. Мы очень осторожны с отходами. Они зависят, кстати, от качества корма. Мы работаем с экструдированными продуктами, которые могут удержать больше масла. А жир, как мы знаем, источник энергии для форели. Но когда форель перерабатывает белки и жиры, она выделяет аммиак, а это не очень хорошо для воды. И наша цель – снизить поступление аммиака в воду, а заодно и фосфора. Поэтому мы берем пробы воды еженедельно. Три пробы в течение 24 часов и отправляем их на исследование на соответствие всем параметрам. Я один из первых в Британии ввел вакцинацию. Мы разводим вакцину в емкость и помещаем туда рыбу, обеспечивая ее кислородом. Это для молоди в 4-5 грамм веса. Потом начали применять внутрибрюшинное введение вакцины. Я делаю это вручную, хотя есть оборудование для подобных процедур. Я считаю, что разведение в фореле – это сложное дело. Например, от того, что у рыб нет терморегуляции. Вода 4 градуса и рыба 4 градуса. Вода 20 и рыба 20. А когда вода 26, все, рыбоводство кончается, рыба мертва. А если слишком холодно, рыба плохо переваривает корм. Идеальная температура около 13 градусов. Рыба может не есть 2-3 недели, но потом все наверстает. И всегда есть ускорение, и есть тормоз. И это должен учитывать рыбовод. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова